Супермама Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И сегодня я хочу поделиться с вами техникой вумбилдинга Это не чисто технические вещи Я хочу подвести вас чуть глубже к себе самой Чуть глубже к пониманию себя как женщины И дам такие объединенные вещи из даотских техник Из техник вумбилдинга Эти упражнения можно делать ежедневно Эти упражнения можно делать два или три раза в неделю После рождения ребенка Когда нужно привести в порядок Свои мышцы влагалища Когда нужно привести в норму свое либидо Чтобы оно начало проявляться и функционировать нормально И соответственно это те практики, те техники Которые позволяют нам снова почувствовать себя Не только мамой, но и женщиной То есть сбалансировать вот этот вот момент Я как мама и я как женщина Сделайте глубокий вдох и выдох Глубокий вдох Почувствуйте сейчас, что вы дышите животом Вдох и выдох Ощутите, как вы сжимаете весь нижний центр Мышцы влагалища, мышцы ануса Подтягиваете дно таза То есть на вдохе подтягиваете На выдохе расслабляете На вдохе подтягиваете На выдохе расслабляете Вот эту вот практику, которую я хочу вам предложить Ее лучше всего делать по утрам Для того, чтобы разбудить свое женское начало Соответственно Это можно делать через одежду Через трусики Это можно делать через простынь То есть чтобы была какая-то ткань на вашем теле Накладываете свои кончики пальчиков На область своих яичников И растираете То есть надо разогреть То есть начинается все с того, что вы Разогреваете область своих яичников То есть вы разогреваете для того, чтобы они начали функционировать Разогреваете, представляя, как вы пробуждаете там энергию И сейчас я прошу вас закрыть глаза Закрыть глаза Продолжать растирать Закрывать глаза И ощутите, как в яичниках у вас прямо расцветает розовая энергия Женская розовая энергия На области яичников Как распускается такая вот Как цветок она распускается Это такая благоуханная энергия Очень благоуханное состояние Состояние вашей женственности Она может быть как цветок Она может быть жемчужного цвета Мы растираем И пробуждаем вот эту вот розовую энергию в своих яичниках Далее На вдохе мы собираем эту энергию На вдохе мы собираем ее к центру Мы собираем ее к центру Мы собираем эту энергию Эту энергию, розовую энергию к центру Мы как бы прорабатываем этот нижний центр то есть у нас там все оживает, это круговые движения вокруг своей груди. И здесь есть очень важный момент. Ровно по центру груди, ровно по центру груди, вот вы можете у себя нащупать. Нужно прощупать не просто кожу, а прощупать именно косточки, то есть прямо до косточек. И кому-то может там стать немножко больно, да? Есть болезненные ощущения у кого-то? Вот эти болезненные ощущения, вот здесь скапливаются наши обиды, переживания, да? И когда маленький ребенок, конечно же, переживаний бывает много, да? Может быть, заболел, может быть, еще что-то такое. И, соответственно, эмоциональное состояние мамы потом что делает? Передается ребенку, да? И вот это одна из тех практик, которая высвобождает именно на энергетическом плане, высвобождает ваши переживания, ваши обиды. Мы прорабатываем вот эти вот части своего тела, вот от грудины, вот эту всю грудину, но особенно ровно ту часть, которая вот на уровне сосков находится вот здесь по центру. И в этот момент очень важно выдыхать. То есть вы выдыхаете свои переживания, вы выдыхаете свои какие-то обиды, какие-то страхи. Может быть, у вас нервозность сейчас, да? Может быть, усталость у вас. Вот какие-то такие вещи, которые лежат на душе, от которых хотелось бы освободиться. Бывает такое? Да. Какие-то такие состояния. То есть чтобы это не сливать потом в отношения, чтобы это гармонично от этого избавиться, да? То есть это вот один из тех моментов. Это, конечно же, не о том, что вы, ну там, если у вас есть какие-то обиды, что вы не проговорите это со своим мужем, да? То есть как-то. Но это просто именно об энергетическом начале. То есть это не единственное, что мы делаем, но это то базовое, что важно сделать женщине, чтобы внутренне ощущать свою вот, ну, внутреннюю гармонию. Ну что ж, я прощаюсь с вами. С вами было очень приятно работать. Вы все такие прекрасные, красивые. Приглашаю вас к нам в клуб, клуб Магнолия. Будем возвращать себе свои женские энергии. Спасибо. Клуб Магнолия. Сегодня мы говорим про мейк, мы говорим про нюдовые мейки, те фишки, которые приемлемы, да? И, конечно же, сделать грамотнее будет некую разбор, ревизию косметички, которая, ну, есть у данных девочек. То есть я думаю, что это будет целесообразнее. Добрый день. Кто не знает, меня зовут Юля. Я визажист, и сегодня я покажу, как сделать быстро фреш-макияж. Что такое фреш-макияж, вы, наверное, все знаете, да? Это легкий, в натуральных оттенках, с красивым свежим румянцем на лице. В общем, все, что вас освежает. Самая основа любого макияжа – это всегда ровный тон лица. То есть куда бы мы ни пошли, тональное средство, оно всегда должно быть нашей косметички идеально подобранное. Текстуру мы выбираем индивидуально. То есть какая вам лучше комфортна текстура. Допустим, вы любите легкие тональные средства, особенно если это лето или зима. Летом, соответственно, мы выбираем более легкие текстуры, да? Потому что нам всем комфортно более легкими. И мы все любим, когда их практически не чувствуется на коже. Поэтому выбираем все индивидуально. Единственное, цвет нужно подбирать всегда пробовав. Когда мы идем в магазин, мы всегда его наносим на лицо. Немножко на скулы, переходящие на шею. И немножко минуты 2-3 мы должны походить по магазину, потому что чаще всего тональные средства, их пигменты, состоящиеся в этом средстве, они проявляются через какое-то время и бывает темнеет, или наоборот светлеет, становятся оранжевыми. То есть мы всегда пробуем на лице и ждем какое-то время. В качестве основы под макияж вам может служить ваш обычный увлажняющий крем. Существует очень много праймеров, баса под макияж, такие как силиконовые матирующие. Но они все хорошо, у них есть свои плюсы, но они очень тяжелые. Получается небольшая многослойность такая на лице. Обратите внимание, что тональный крем нанесла только на лицо, избегая область вокруг глаз. Область вокруг глаз мы маскируем специальными средствами. Это консилеры. Они более легкие. И в составе всегда содержат маленькие светоотражающие частички, что позволяет визуально сделать наши морщинки менее заметными. Основа – это всегда хороший тон лица. То есть без этого никуда. Если же мы говорим о пудре, мы ее всегда наносим тонким-тонким слоем и мягкой крупной кистью слегка разнося от центра к линии роста волос. Теперь я наношу пудру для коррекции. Она всегда должна быть матовая. Примерно на 2-3 тона темнее, чем наш основной цвет. Получается, наша скуловая впадина, она и так у нас всегда заметна. То есть мы можем ее нащупать пальчиками. Вот мы знаем, где она находится. И кисточку мы держим немножко по диагонали от ушной раковины. И небольшую линию такую проводим. Подтушевывая слегка-слегка вверх. Если же мы хотим лицо более сделать узеньким, то мы немножко линию вниз заканчиваем здесь. Сделаем его слегка струнувшимся. Так визуально лицо будет более худеньким казаться. А почему на экране хорошо смотрится красная бомада матовых оттенков, нежели, например, блеск, как будто блины съела только что? Почему? Почему, да. Графичные губы всегда лучше смотрятся, чем глянется на губах, особенно на камере. Особенно если, тем более это в тренде. Матвость. Да. Носик мы корректируем, слегка сужаем. То есть если он у нас широкий, мы двигаемся по нашей форме носа. Мы его немножко сужаем. Примерно оставляем миллиметров 5 светлого места. Остальное у нас будет затемнено. После коррекции у нас, да, идет румяна. Мы все любим выглядеть свежо, да. И румянец это основа того, чтобы мы выглядели выспавшись. У нас, если у вас у всех маленькие дети, да, как я поняла. Поэтому. Куда их наносить? Мы их наносим на наши яблочки. На наши припухлости. Даже если мы улыбнемся, а вот они появились, это будет центром нашего румянца. Конечно же, это брови. Сейчас очень актуально широкие брови. Но если вы не обладаете широкими бровями, ничего страшного. Делайте классическую хорошую форму. Потому что совсем широкие брови идут не каждому лицу. Цвет как выбрать карандаша? Даже с гучей брюнетками я советую выбирать чуть светлее карандаш. Это ни в коем случае ни серый, ни черный. Это либо коричневый, либо русый. Если мы знаем, что мы будем наносить тени, мы всегда используем базу под тени. Она идет всегда на телеконовой основе. Закрывай глазки. Всегда на телеконовой основе абсорбирует излишки жира и создает такую липкую пленку, на которой уже у нас сейчас, так сказать, прилипнут наши тени и будут дольше держаться. И цвет будет насыщеннее. А стоит вот до бровей накладывать тени? Нет. Траньше так белым было. Конечно нет, однозначно нет. Белые тени, вообще исключайте из своего арсенала. Белые тени не идут никому. Чисто белые. Молочные, да. Бежевые. Бежевые, молочные, да. Мы немножко высветляем всегда подвижное веко. Слегка подсвечивая. Нам нужно создать эффект скульптурного лица и скульптурного века. Как это сделать, следует трем принципам. Это блик. То, что я сейчас сделаю. Самое светлое место. Это основной цвет. Это наш тон лица. И самое темное место. Это тень. Это наши скулы. И сейчас мы будем немножко прорисовывать складку. Если все это есть в вашем макияже, то и на съемке, и в жизни вы всегда будете выглядеть красиво. На неподвижное веко, где наша складка, мы используем всегда только матовые тени, чтобы не создать ощущение опухшего глаза. Натуральный макияж, он всегда исполняется в монохромной цветовой гамме. То есть берется один цвет и разный по светлоте. Допустим, светло-бежевый, темно-бежевый и коричневый. Слегка обводим наш глазик по складке. Сейчас актуально все кукольные оттенки розовых. То есть это фуксия, это малиновые, это нежно-розовые. То есть все эти оттенки тебе тоже пойдут. Если ты хочешь быть в тренде, чтобы и макияж у тебя был. Жанна ярко, да? Ну, в принципе, нюд-макияж готов. Если вечером одеть какое-то вечернее платье, прорисовать стрелки, вам будет вечерний более макияж. Или сделать его чуть ярче, и все. Я рада, что вам всем все понравилось. Спасибо всем за внимание. Если будут вопросы, всегда обращайтесь. Я всем отвечу на вопросы. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok